Привет, бойцы! Сегодня я хочу вам показать довольно простой урок, но довольно важный для ведения поединка по любым правилам ММА, Муай Тай, Тайский бокс, здесь использование ног. Это то, как нужно использовать переднюю ногу, то есть передний фронткик, как удерживать противника на дистанции, как работать с ним навстречу. Это нужно знать, нужно уметь делать и применять в бою. Подписывайся на канал, ставь лайк, забирай видеокурсы в конце этого видео и под этим видео. Удачи в тренировках! Итак, как передней ножкой, передним фронткиком работать с противником? Я покажу тебе три фишечки таких. Не то, что три фишечки, а три способа, в которых можно это применять. Самый первый, самый главный, самый важный способ – это дистанция. То есть левой ножкой, когда мы работаем, я вес тела полностью переношу на правую ногу. То есть вес тела я полностью загрузил правую ногу. Левая ножка у меня на носочке легкая, свободная. Для того, чтобы встретить фронткика, мне нужны доли секунд. Сразу я вижу, могу встретить. И самое первое – это дистанция. То есть отсюда я не даю противнику подходить. Я все время держу его на дистанции ноги. То есть он не может двигаться и бить, откуда бить он не будет. Он просто, вот я обозначаю дистанцию, уже он на нее не подойдет. Кроме того, я могу на левой ножке, сделая небольшой прыжок на правой ноге, то есть ножку я поднял, одновременно прыгая с правой ногой, я пробиваю фронткик. То есть еще и сокращаю дистанцию, еще и бью его, еще дальше отталкиваю. То есть отсюда – и работает. Держу дистанцию, он стоит, он меня боится. И отсюда еще его дальше туда забиваю, добиваю. То есть прежде всего это вселяет в противника страх того, что он может подойти и сразу выхватить в солнышко ногой. Конечно, он может делать прихваты, сбивки, там более опытные ребята знают, как работать от фронткика. Но сама стуть – это такое большое преимущество. Тайцы очень часто и хорошо применяют передний фронткик именно с этими целями. Второй момент – это когда противник работает руками, я работаю свой фронткик навстречу. То есть я стою, просто его жду. Он подходит на ударную дистанцию и старается достать меня прямым, да, на выпаде. Там боковым старается шагом достать. Отсюда я также жду его, вес тела на правой ноге, и с передней ножки, чу, сразу встречаю. То есть чу, любой его удар. Это любой удар. То есть все его попытки как бы достать до головной рукой заканчивается тем, что он получает в ребро и в солнышко мою ногу. Конечно, это вселяет страх, это вселяет дискомфорт. И противник потом после 3, 4, 5 таких ударов, он просто начинает бояться бить меня руками. Потому что он понимает, что за дела. Я пытаюсь ударить, я выхватываю в солнышко. Понятно, ему это не нравится. Ну как, когда тебя бьют, кому это нравится, да, кроме нас, бойцов. И такой последний момент, это когда противник работает ногами. Итак, третья фишка, это когда противник пытается работать ногами, круговыми ударами ног. То есть лоу-кик, миддл-кик, кай-кик, не важно. Под это движение я стараюсь его поймать своим фронт-киком передней ноги. Это не столько силовой удар, сколько быстрый и точный. И если этот удар попаду, я снесу его с ног. Например, бьет противник лоу-кики, да, с дистанцией бьет, или миддл-кик, он чувствует свою дистанцию. Подходит, делает шаг опорной ногой для того, чтобы жестко мне вложить. Я этот момент так же само, на правой ножке стою, чу-рум, и ловлю. Когда он остается на одной ноге, чу-рум, я его туда сношу. И опять, э-э-эй, туда сношу. То же самое под левую ножку. Э-э-эй, он улетает. Если это все делать в бою, и когда противник не ожидает моего фронт-кика, да, ну, не боится, что улетит, это очень четко получается. Особенно, когда близко. Например, когда противник хочет левый лоу-кик, там, подпадание ноге удалить. Он делает шаг поближе, да, и старается пробить. И еще. Ап, и я в этот момент его ловлю. Особенно это хорошо работает, когда противник не доворачивает корпус в бою. Как это часто бывает, а просто стараются ударить, а при этом корпус остается ровным. То есть, не делаю этот полный разворот. И у меня есть плоскость для фронт-кика. То есть, он бьет, например, да, чу. Тут же как поворачивается боком, поэтому нога не всегда может хорошо лечь. А если оставаться фронтально, то как только, да, пишу правый лоу-кик. Только бить лоу-кик. Чу. Можно хорошо вложить. То есть, фронт-кик, он бьется и прямой ногой, да, впереди. Вот мы работаем. Щик. Я туда добавлю. А также тайцы бьют его боком. Как сайд-кик. То есть, отсюда. Эп. И туда добавляем. Тоже хорошо нога лжится. В общем, вот эти вот три момента обязательно нарабатывай. Если ты умеешь работать ногами и в боях как бы отдаешь им перспективу, отдаешь в боях им приоритет, они очень, вот этот вот момент передней ноги в тайском боксе, он очень важен и очень хорошо проходит и помогает. Удачи в тренировках! Продолжение следует...